Доброе время и суток! Здравствуйте! Сегодня я хочу познакомить вас с биографией одного замечательного писателя – писателя-фантаста. В самой биографии ничего необычного нет, в его творчестве необычное имеется, и вот к нему-то я и хочу как раз привлечь ваше внимание. Роджер Желязный – американский писатель-фантаст, библиография которого насчитывает 20 романов и несколько сборников рассказов. Автор Хроника Мбера шесть раз становился обладателем престижной премии Хьюго, три раза получал награду Нибьюла и один раз был удостоен французской Аполло. Некоторые произведения писатель создал в сотворчестве с коллегами, а иные издавал под псевдонимом Харрисон Денмарк. Полное имя фантаста – Роджер Джозеф Желязный. Он родился 13 марта 1937 года в провинциальном городке Юклид, расположенном в штате Огайо. Сын Ирландки Жозефину и поляка Юзефа носил необычную фамилию, которая в переводе с польского языка означает «железный», ну или «железнов», как вам угодно так можно называть. Мальчик демонстрировал творческий потенциал с юных лет. В 10 лет он уже писал сказки. Увлечение повлияло на становление мировоззрения будущего писателя. Но выбирая профессию, он не сразу решил посвятить себя литературе. Получив образование в средней школе, в 1955 году Роджер поступил в университет Вестерн Резерв в Кливленде и стал студентом кафедры психологии. Поняв, что склонность к литературе сильнее, молодой человек перевелся на факультет английской словесности. Спустя два года в статусе бакалавра Железный переехал для обучения в штат Нью-Йорк, а затем получил степень магистра в Колумбийском университете. Темой его работы стало исследование драмы в Елизаветинскую и Якобинскую эпохи. Роджер уделял внимание не только духовному и интеллектуальному, но и физическому развитию. Молодой человек занимался восточными единоборствами, в числе которых были и дзюдо. Параллельно с написанием небольших произведений и стихов он изучал японский язык и хинди. Творческая натура склоняла его к познанию эзотерики и увлечению медитативными практиками. В 1960 году Роджер Железный был признан в национальную армию. В течение полугода он нес службу в Техасе, а затем вошел в армейский резерв Соединенных Штатов Америки. Некоторое время он состоял в отряде под названием Ника, а в завершении срока службы оказался в подразделении, предназначенном для психологических атак противника. На этом карьера военнослужащего завершилась и Железный отправили в запас. Первым рассказом автора, опубликованным в СМИ, стало произведение «Игра страстей». Его разместили на одной из полос журнала «Амазинг сторис». С первых шагов в литературе Железный получал похвалы литературных критиков и захватывал внимание публики. Параллельно с литературным творчеством писатель работал в организации, занимающейся социальным страхованием. Затем, в период с 1967 по 1968 годы он был секретарем-казначеем в Американской ассоциации писателей-фантастов. Решив полностью посвятить себя литературе, Железный оставил работу и с головой ушел в творчество. Чтобы полноценно обеспечивать свои потребности, автор должен быть очень плодотворным. Некоторым цикл произведения обеспечивает долгое обеспеченное существование. Так произошло и в случае с Железным, хотя автор не планировал серию романов. «Девять принцев Амбера» должен был остаться самостоятельным произведением. Фантаст рассчитывал на возможность написать сиквел, но не более того. Книга вышла в 1970 году, а уже спустя два года за ней последовал роман «Ружья Авалона». Интерес поклонников спровоцировал коммерческий успех и автор продолжил цикл. Роджер не раздумывал над тем, чтобы поставить публикацию книг на поток. Ему хотелось экспериментировать с жанрами и воплощать разные идеи. Нетривиальные произведения романиста заняли место на полках книжных магазинов и приносили растущую популярность. В 1976 году вышла повесть «Возвращение палача». Именно за нее писатель удостоился премии Хьюго и Нибьюла. В тот же период произведение «Двери в песке» было признано литературными критиками книгой года для подростковой аудитории. Финалом успешного десятилетия стал очередной роман из «Хроника Амбера». Этот цикл оказался визитной карточкой фантаста. Поклонники творчества писателя стали организовывать клубы и ролевые игры по сюжету романов. Появились фанфики, созданные любителями творчества железно. Воспользовавшись шансом, романист открыл компанию «Амбер» и принялся за вторую серию книг, подходя к ее созданию более осмысленно. «Хроники Мерлина» оказались не столь фееричны в сравнении с предыдущими пятью книгами. Но коммерческий успех преследовал и эти произведения. Они продавались во всех уголках мира и принесли создателю финансовое благополучие, о котором тот только мечтал. В 1980-м Железный писал меньше, а некоторые поклонники, пережив первый восторг, забыли о кумире. Тем не менее, критики продолжали присуждать писателю награды за сочинение короткого жанра. Затем Роджер вернулся к написанию стихов и издал несколько сборников. В 1990-м писатель решил опробовать свои силы в качестве художественного чтеца. Он собирал залы, читая собственные произведения и книги других авторов. Любопытно, что чувство собственничества у фантаста не было обострено, что позволяло работать в сотворчестве с другими литературными деятелями. Совместно с Филиппом Диком железно издал книгу «Господь гнева», а в дуэте с Фредом Саберхагеном выпустил «Витки» и «Черный трон». Роджер предлагал коллегам идеи, а те воплощали их на бумаге. В 1993 году писатель выпустил роман «Ночь в тоскливом октябре», который наравне с книгой «Князь Света» признан экспертами лучшим произведением автора. В этот момент Железный переживал не лучшие времена. Его одолевала тяжелая болезнь. Оставаясь лидером так называемой «новой волны» в области фантастики, Роджер связал свою биографию с литературой и не изменял ей до последних дней. Случайная автокатастрофа, в которой Роджер Железный оказался в компании Шерон Стимберл, помогла ему наладить личную жизнь. Молодые люди поженились в 1964 году, но брак просуществовал недолго. В 1966 году состоялся развод. В том же 1966 году Железный встретил вторую жену, ее оказалась Джуди Келхан. Свадьба состоялась достаточно быстро. Влюбленные были счастливы, в их союзе появились трое детей. Сын Девин родился в 1971 году. После переезда в Санта-Фе в 1976 году на свет появился Джонатан, а в 1979 году родители отмечали пополнение семейства дочерью Шенна. В этот период писатель много работал, чтобы обеспечить семью. Незадолго до смерти Железный расстался с супругой. Со творчества Джейн Лицкольд, которую мужчина встретил после развода, переросло в роман. Начинающая писательница оказалась поклонницей творчества Железный. Она послала кумиру письмо и, вопреки традиции, Роджер ответил на него. Джейн в тот момент работала педагогом в колледже Вирджинии и планировала написать биографию любимого автора. Встреча Тет-Отет, состоявшейся в 1989 году, все расставил на свои места. В то время Железный уже знал, что у него рак желудка. Он неоднократно подвергался химиотерапии, которая притормаживала развитие недуга. Критическая ситуация случилась 13 июня 1995 года. Приступ острой почечной недостаточности стал причиной смерти, наступившей спустя сутки. Писатель скончался в больнице Святого Винсента в Санта-Фе, ему было 58 лет. Верная Джейн Линскольд находилась возле кровати любимого мужчины. При его смерти присутствовал младший сын и несколько друзей. По завету Железн тело было предано кремации, а могилой для него стал воздух в горах. Последней волей писателя стала организация прощального вечера после его похорон. Поминки провели в доме приятеля Фреда Саберхагена. Вечер памяти состоялся и на Всемирном конвенте фантастов про Вадима в Балтиморе. Миры, придуманные Железны – это незаурядная вселенная, которую по достоинству может оценить любой желающий. Книги Роджера Железны переиздаются и пользуются спросом, а фото автора внесено в учебники по литературе 20 века. Что хочу еще от себя добавить, представьте себе Голливуд со всей его мощью, сценаристов, тем не менее ни у кого не хватило духу и ни у кого не получилось что-то экранизировать из Роджера Железны. Хотя он достаточно известен в Америке, его хорошо там знают, но почему-то не срослось, не получилось. Настолько непростые у него произведения. Рекомендую очень ознакомиться с творчеством, оно того стоит. Ну а на этом у меня все на сегодня, будьте здоровы, всего вам хорошего, люди берегите себя, мира вам! Субтитры создавал DimaTorzok